Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 13 главу книги пророка Захарии. Эта глава продолжает тему, начатую в предыдущей главе. Пророк предсказывает, что после того, как народ раскается в содеянном и будет оплакивать пронзенного и отвергнутого ими Мессию, последует великий день искупления. Наступит день, когда земля очистится от всякой скверны, и это будет как некое омовение. Сам Бог, по мысли пророков, станет источником воды живой. Одновременно это вода, которая утоляет жажду, жажду правды, жажду справедливости. Это вода, которая омывает от всякой нечистоты и всякой скверны. Это вода, которая дарует прощение. В тот день для потомков дома Давида и для всех жителей Иерусалима откроется источник, который смоет грех и нечистоту. И в тот самый день, это вещие слова Господа, воинств, я предам забвению имена идолов на этой земле и не вспомнят о них никогда, изгоню лжепророков из этой страны, и духа нечистоты здесь не будет. Как мы видим, это не только вода, которая утоляет жажду и дарует прощение и омывает от всякой нечистоты, но пророчество состоит в том, что наступит день суда. Да, тот самый день, день Господень. И самое главное, что совершит Господь, он избавит страну от идолов. Мы знаем о том, что идолослужение – это одно из самых серьезных искушений, которые постигают верующего человека, но мы не всегда понимаем, а что же имеется в виду. Потому что речь идет не только об изображениях, к которым мы с вами привыкли, мы живем в цивилизации, где нас окружают видеоконтент и медийные образы, но прежде всего идол – это некая ложь, некий симулякр правды, это нечто, что вроде бы обозначает действительность, но за этим ничего не стоит. И поэтому эти слова пророка становятся особенно актуальны для нас, потому что мы живем в эпоху постправды, и те времена, когда вопрос правды и лжи становится очень болезненным вопросом. И поэтому победа Бога состоит в том, что однажды имена идолов, то есть всякие ложные слова, ложные имена, просто будут преданы забвению, они исчезнут, они будут стерты, и о них никто никогда не вспомнит, та ложь, которая уйдет в никуда. И прежде всего это будет связано с тем, что будут изгнаны пророки. В тексте буквально говорится о пророках, но если переводить смысл сказанного, то имеется в виду лжепророки, потому что речь идет о временах, когда пророков почти не осталось, а если кто-то пророчествует, то наверняка это лжепророк. И Господь обещает исторгнуть из среды народа не только самих этих вещателей лжи, но и самого духа нечистоты, та сила, которая позволяет лжецу обмануть праведника. Поэтому в самом источнике зло и ложь будут побеждены, сам дух этого лжепророчества будет искнен. И далее речь идет об этих пророках. Мы видим, что народ настолько устал от лжи, что всякого, кто берет на себя функцию пророка, берет на себя такую власть, смотрят с опаской и подозрением. И поэтому при малейшем подозрении, что человек вдруг вещает от имени Бога, но в действительности произносит нечто суетное, человеческое и ложное, если он пытается манипулировать, то родители, собственно, ручно, своими руками должны такого ребенка казнить. Если же и решится, кто пророчествовать, родные его, отец и мать, скажут ему, «Не жить тебе, ты лгал, приклеваясь клятвой во имя Господа». И его родные, его отец и мать, мечом сразят такого пророка. В действительности это исполнение заповедей из книги «Второзаконие». Всякий, кто лжепророчествует, так же, как и лжесвидетельствует, должен умереть. «В тот день устыдится всякий пророк видений своих и не станет надевать на себя ради обмана власеницу пророка, но будет говорить, не пророк я, а землепашец, с юных лет имею дело с землею. И если спросит кто, что за раны у тебя на груди, он ответит, изранили меня в доме моих друзей». И так сама профессия пророка, само служение пророков станет предметом ненависти. И поэтому пророки будут скрывать свою профессию. Они не будут надевать власеницу традиционной одежды пророка. Такую одежду из грубой шерсти носил пророк Илья, чуть позже будет носить Иоанн Креститель. Некоторые пророки надевали, например, львиные шкуры для того, чтобы их воспринимали именно как пророков. И напротив, если кто-то заподозрит и скажет «ты пророк», этот человек станет отнекиваться. «Не пророк я, а землепашец. И с юных лет, с моей юности, мой удел – это земля». И если все-таки этого человека будут выдавать следы его прежних прегрешений, потому что служение идолам и языческим культом сопровождалось очень часто чревовредительством. Наносились, порезали другие раны во время экстатических видений, оргий. И поэтому следы этих практик оставались на теле человека. И вдруг указывали на этот стигмат, на эту улику, что это у тебя за раны на груди. Это могли быть раны на теле, на боках, на руках, на предплечьях. То в ответ он отвечал что-то совершенно невразумительное. «Меня изранили в доме моих друзей, в моих близких, тех, кого я люблю, для того, чтобы вызвать жалость и тем самым отвести всяческие подозрения». И заканчивается эта глава пророчеством о том, как Мессия будет отвергнут, будет казнен, но затем будет восстановлена справедливость и будет новый народ, новый завет. И здесь мы узнаем мотивы, которые мы тоже слышали в предыдущих главах. Эти стихи написаны как поэзия, как пророческая поэзия, и Господь обращается, это риторический прием, обращается к мечу, потому что меч – это орудие казни, орудие смерти. «Итак, поднимись меч на пастыре моего, на того, кто всегда со мной». Это слово Господа воинств. «Порази пастыря, и пусть разбегутся овцы стады, и я над малыми подниму руку». И тогда на всей этой земле, это слово Господне, «две трети будут истреблены, погибнут, а треть останется». Итак, здесь мы видим пророчество о том, что Мессия, избранник Божий и его Сын претерпит смерть. Конечно, нам кажется, что Бог выступает в роли карателя и палача, но в действительности это лишь только прием, литературный прием, который позволяет нам понять, что Бог не вмешивается в дела человеков. Он лишь сопровождает свой народ, в какие-то моменты вразумляет, но Мессия будет убит руками людей, и в каком-то смысле Господь лишь допустит это. Об этом же говорит пророк Исаия, о том, что страждущий отрок Господень будет поражен насмерть. Но в этом будет какой-то бесконечно таинственный божественный замысел, потому что это должно обернуться ко спасению. Поэтому очень странное и, может быть, жестокое пророчество о том, что пастырь мой будет предан мечу для того, чтобы овцы стада рассеялись, разбежались в разные стороны. И здесь мы, конечно, узнаем цитату, которую мы встретим в Евангелии от Матфея. «Поражу пастыря, и разбредутся овцы». Это как пророчество о страдании Христа. И первыми, кто рассеялись, были, конечно, ученики, апостолы Христа, которые в момент распятия скрылись от преследований. Но вместе с тем это народ Израиля, который будет в рассеянии после того, как Иерусалим будет разрушен в 70-м году. Поэтому пастырь будет поражен, царь будет казнен, и народ разбредется, как стадо без пастыря. И в этот момент Христос воздвигнет руку свою над агнцами. И здесь двойственный смысл. Одновременно это может быть рука, которая защищает, одновременно это может быть рука, которая наказывает. Но пророчество состоит в том, что две трети народа погибнет, а останется лишь треть, некий малый, остаток уцелеет. «Эту треть я проведу через огонь, очищу, как серебро очищают, испытаю, как золото испытывают. Они призовут мое имя, и я отвечу, скажу о них, вот мой народ, они отзовутся, Господь, Бог наш». Слова, которые мы встречаем в других книгах Священного Писания, во-первых, само слово «испытание», слово «искушение» в нашем лексиконе заимствовано из языка металлургии. Точно так же для того, чтобы получить чистое золото, чистое серебро, нужно руду пропустить через огонь, и тогда все примеси оседают, и мы получаем чистейший, драгоценный металл. Точно так же и человек проходит через испытания огнем, через горнело испытаний, для того, чтобы все, что в нем было ложного, суетного, оно исчезло, было попалено этим огнем, но истинная правда в нем остается. И испытанный человек – это человек драгоценный, как золото. И после того, как этот малый остаток пройдет через горнило испытаний, совершится то, что должно совершиться, Новый Завет. Они призовут мое имя, они обратятся ко мне с молитвой, и я отвечу. Молитва – это одновременно, когда народ призывает Бога, и когда Бог отвечает. Я скажу о них все, народ мой, все чада мои, и они отзовутся Господь, Бог наш. Мы это слышали в устах пророка Осии, но еще может быть более поразительная параллель – это, конечно, исповедование пророка Фомы «Господь, Бог наш, Бог мой». Что такого удивительного в этих словах? А за этим стоит история страданий, мук, испытаний, через которые народ проходит для того, чтобы соединиться со своим Богом в чистоте и правде. «Мой народ, Господь, Бог наш» – формула Завета, которая находит свое окончательное совершение в последних главах Священного Писания в книге Откровения Иоанна Бокослова. На портале «Экзекет.ру» с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.